Дорогие друзья, вторая церковь, дорогие братья и сестры, мы будем начинать наше воскресное собрание. Я так думаю, у каждого из нас есть, можно сказать, сегодня настроение по причине того, что приближаются те радостные дни, когда мы будем вспоминать приход нашего Господа, нашего Спасителя Иисуса Христа. Мне когда, вы знаете, когда Петр ушел по воде и начал потопать, он так сказал, Господи, помоги мне, спаси меня. И действительно, братья и сестры, каждый из нас, мы пережили то, когда мы так само говорили, что Господи, спаси нас. И, как мы читаем в Евангелии от Луки, когда мы приходим к тому, что ангелы возвестили пастухам, и сказал им, Ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидом Спасителем, который и есть Христос Господь. И действительно, братья и сестры, давайте мы в эти прекрасные дни будем наполняться хвалою пред нашим Господом. Для меня это действительно я пережил в свое время, когда я просил, чтобы Господь меня крестил Духом Святым в эти дни, вы знаете, особые дни, и вы знаете, Господь вышел на встречу не только в вопросе спасения, но и в вопросе крещения Духом Святым. Господь очень близко, когда мы ближе к Нему, когда мы Его словословим, когда мы ожидаем, что Господь приходит к нам на встречу. И псалмопест Давид в своем втором псалме говорит, благослови душа моя Господа, братья и сестры, и чтобы наша душа также вторила, благослови душа моя Господа и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчаясь Тебя, меня и каждого из нас, милостями своими и щедротами. И мы давайте встанем на наши ноги, попросим Божье присутствие, благословение. Песня о Иисусе 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 Провесть плагая, сердцу дороже всему, Как от республик вознили, Как на кресле умирал, Ром, как его положили, И как из гроба доста. Чудная волна, скажи мне, Как он людей возлюбил, Слава, побед Иисусу, Ани, побед Иисусу, Весь на искусе скажи мне, Все расскажи про Него. Чудная повесть плагая, Сердцу дороже всему, Слава Богу! Мы сейчас, братья и сестры, пропели такой прекрасный целом, Весь об Иисусе скажи мне, Все расскажи про Него. Слава Богу за то, что мы сегодня можем слышать Эту прекрасную весть о том, что Христос родился. Ну, мы еще не нашли до этого, но будем праздновать. Я бы хотел немножко сегодня как бы задеть другую тему, Но верю в то, что Слово Божие, это всегда свежее, всегда новое. Хотя вроде мы много слышали, много знаем, Но Слово Божие, это есть меч и блюдо острый, который нужен нам всем, правда. Всем, что где-то немножко там, или там, или там объявлено. И благодарим Бога за это. Я прочитаю перед нашей молитвой Это место будет Иезекииль, 12 глава. Иезекииль, 12 глава, С третьего стиха, Бог прочитал. Ты же сын человеческий, Изготовь себе нужное для переселения, И среди дня переселяйся перед глазами их. И переселяйся с места твоего в другое место перед глазами их. Может быть, они уразумеют, хотя они в доме держат. И вещи твои вынеси, как вещи нужные для переселения. Днем при глазами их. И сам выйди вечером перед глазами их, как выходят для переселения. И глазами их проломай себе отверстие в стене и вынеси через него. И глазами их возьми, ношу на плечо, В подьмах вынеси ее, Лицо твое закрой, чтобы не видеть земли, Ибо я поставил тебе знамением дому Израиля. И сделал я, как повелено было мне. Вещи мои, как вещи нужные, При переселении вынес днем, А вечером проломал себе рукою отверстие в стене, По тьмах вынес ношу, И поднял на плечо перед глазами их. Здесь мы услышали Слово Божие о том, Что Бог сказал Эзекиилю, Вот сделай так, Возьми вещи, Сколько там было у него вещей, Тут не написано, Много ли было, мало ли было, Но возьми эти вещи и С одного места переноси в другое место. И чтобы это люди видели. Потом возьми вечерний час, Проломай. Отверстие такое в стене, И переломай. Ну дверь же есть, Так если рассуждать по нашему. Ну зачем ломать стены, Какая стена была? Наверное сама она, неизвестно. Но переломай. И вот через это отверстие Переноси эти вещи, Чтобы все видели. Я так себе рассуждал, Вот такая мысль, Я бы хотел этой мыслью Немножко поделиться, Что Эзекиилю был такой же, Как и мы, правда? Ну может быть ростом выше, Чем я сильнее, Все равно, Но, Такие же были, Такое же сердце было, Такое же было, Ну может и боязнь, И страх. И люди смотрят, Что ты делаешь? Может кто-то по виска показывал, Что случилось с тобой? Но Эзекиилю знал, Что Бог сказал. И потом, В последствии, Они делали то же самое, Что делал Эзекиилю. Проломали в стене дырку, И туда, И убегали. Но настигли их, Настигли их, И повели их в плен. И когда они там были в плену, Я думаю, Не раз они вспоминали, Что говорил им Эзекиилю, Что он показывал. Какие, Он собой показывал, Как бы такой пример, Что через дырку вылазит, Там вещи несет. Для них было непонятно. Для них было непонятно. Я так вспоминаю себе, Когда случилось так, Что в 1988 году, Я и моя семья, Мы получили вызов. Получили, Можно сказать, Из церкви, Самые первые. У нас там было несколько семей, Четыре-пять семей. Мы получили, И что же делать? А израильские визы были. И первое, Что надо было сделать, Первое, Там, Ну, Как по нашему называли, Бегунок. Бегаешь, Подписываешь, Сдаешь, Получаешь, Роспись и все. И первое, Что надо было сделать, Это Отказ от гражданства. Я уже не советский гражданин, Я уже не военно обязанный, Я помню, Когда я пришел на эту почту, Подписывал документ, Платить 750 рублей за паспорт, У нас было два паспорта, На нас так смотрели, Что с тобой? Ты куда? В то время еще коммунистическая система была. Ты что? Все. Пришел военкомат, Кричат там, Шумят. Но потом, В последствии, Мне пишут, Что? Ты правильно сделал. Ты правильно сделал, Потому что, Эти 90-е годы, 92-е там все, Ну вы жили кто был, Я уже не жил там. То, Всего перенесли. Люди не понимали, Что мы делаем. А мы переселяли. Правда? И верующие не понимали. Они, да, Может, верующие не понимали. Правда, Что вы делаете, Что с вами случилось? Вас что не устраивает? И много понаслушали. Я помню, И когда мы Самые первые, Что брать, Что не брать, Какие вещи с собой брать, А что ты возьмешь? У меня дети маленькие были, Нас было 5 человек. Ну, Два чемоданчика набрали, Набрали, Правда, Самое такое, Лучшее, Самое такое, Что необходимо нам было. И когда мы приехали уже в Москву, Оформился я там, И у нас было несколько семей, И они уехали раньше, Я остался один. А ехать через Венгрию, Там еще пересадку делать, И потом на Австрию ехать. И меня сопровождал наш пастырь Андрей Милов. И когда он видел, Что я в таком переживании, В таком, Господи, Как? Он говорит, Значит, Давай мы назначим завтра пост, И молитву, И Бог скажет, Да, Утром просыпаемся, Уже через, Как мы помолились, Прошел наш пост, Он говорит, Тебя будут сопровождать. Я, говорит, Не знаю, Кто ангел будет, Или человек будет, Но впоследствии, Слава Богу, Я увидел, Что сопровождал ангел. Слава Богу. Мы подъехали, Граница, Ну, Граница. Два часа ночи, Все торопятся, С этими овозьками, С чемоданем, Я сижу, Дети спят, Как, Че? И мы в вагоне остались одни. Заходит таможник, Там, Ну, Это же граница. А вы что здесь? Я говорю, Я не знаю. Он говорит, Ваши документы, Я подаю, Нормально все. Так что в чемоданах, Икра есть, Там золото, И грунт, Ничего нет у меня. Он так раз, Ладно, И ушел. Я сижу, Смотрю, Вагон аж подымается, Там ведь на колесах, Я не знаю, Какая-то система. Приезжаем мы в Венгрию, Будапешт. Надо передумать, Думаю, Как? Ни языка, Ничего. Я у проводиться, Граница говорю, А как? Она говорит, Получишь раз-другой, Поймешь все. Я еще больше опустился. Побежал, Тележку взял, Подхожу, Стоит какой-то мужчина, С моей женой разговаривает. Оказывается, Он по-русски понимает. Он нас перевел, Показал все. Прихожу к кассе, Ничего не знаю, Только билет, Там показываю на пальце все. Быстренько тут же сели, И мы уже были в Астри. В Астри приехали, А там наши друзья, Которые раньше уехали нас. Они так, Что это, Что это, Как? Я говорю, Я не знаю. Мы приехали, В Бутапеште пересадкой, Тут же сели сразу, Приехали, Все. А получилось, Что их на границе сняли, Они мучились там, На вокзале там, Не беспособлено, На границе. Потом приехали в Бутапешт, Там тоже не получилось, Опять электрички ушли, Опять они там все такое. Приехали в Австрию, А там, Ну все по-немецки. Пока они добились, Пока что, Пока они там, Мы подъехали, И уже подходит автобус. Они говорят, Ну, Я говорю, Господи, Так ты ж вешь, Ты ж, Ты ж мне вешь, Ты же, Ты же мне все устроил, Слава Богу. Слава Богу. Торопия, Я к чему-то все расскажу. Еще хотел такой маленький пример сказать, Что когда мы собираемся на кем, То мы там складываем, Там, А багажника не хватает. Знаешь, Кто надо, И чайник надо, И там топы, И мясо там, Ну, Ну, Вы знаете, Собирайте, Заги. Я укладываешь, Укладываешь, Не хватает. Куда положить? Не хватает. Начинаешь это перебирать. Так, Это, Ну, Без этого могу обойтись, Без этого все. Надо же брать самое необходимое. И вот берешь Самое необходимое. Может быть, Смешно будет. Я церковный кем был, Собираемся, Два дня собирался. Укладывал там, Да, Все, Едем мы с женой. Я говорю, О, Света, У нас палатка хорошая. Я пока в палатке. Палатка хорошая такая, На шесть мест, Мы только вдвоем, Матраса там, Я говорю, Даже, Коврик себе взял, Красивый, Постелить. Просто портрет, Игорь, Не взял. Ну, Ладно, Обойдемся. Поотвечаем мы к этому кемпу, Я раз говорю, Слушай, Самое важное, Я оставил. Знаете, У меня палатка такая, Морщина такая, Брезвентовая, Теплая такая. Я говорю, Я же эти не взял, Трубочки. А как бы их не уставить? Ни портретов не повешишь, Ни дорожку не положишь. Забыл? Дорогие, Я к чему все это говорю? Что наше переселение, Не закончилось, Правда, Мы переселяемся дальше, Идем дальше, Дальше к небу. И что я беру с собой Для моего переселения, Дорогие, Что я беру Для переселения? А нужно брать самое важное, Правда? Мои чемоданы, Которые я там скуплял, Там костюм, Там все такое, Не надо. Я предстану Пред моим Богом. Грубо так сказать, Голый. Ничего нету. Ничего нету. Вас не будет со мной. Жены не будет, Детей не будет, Пасторов не будет. Я один пред Богом. Переселялся всю жизнь. И с чем стою? У нас есть время, Чтобы нам приготовиться Переселение. Чтобы в нашей жизни Мы приготовили, Сложили Самое, Самое, Самое Необходимое. И когда я пристану Пред Богом, Бог посмотрит, Сын мой, Что ты принял? Что ты взял В этой жизни Для того, Чтобы жить В Царстве Небесном? Что? Покажи мне. А что я покажу? Другие, Как мы говорим в Солмой, Другие несли Золотые снобы, А я Листья принесу. Хорошо, что Листья еще нет. А то вообще Ни с чего. И вот Нас предупреждает Об этом Петр. Он говорит Это в первой главе С пятого стиха То вы Я в том числе И все мы Будем сидеть То вы Прилагая к всему Все старания Покажите вере вашей Добродетель Добродетель и рассудительность В рассудительности В воздержании В воздержании Терпение В терпении Благочестие Благочестие Братолюбие Братолюбие Любовь Если У вас Это Есть И умножается То вы не останетесь Без успеха И плода В познании Господа Нашего Иисуса Христа А в ком нет всего Тот Слеп Забыл глаза Забыл об очищении Прежних грехов своих Посему братья Более И более Старайтесь Делать твердым Ваше звание И избрание Так поступая Никогда Не приткнетесь Ибо так Откроется вам Свободный вход В вечное царство Господа нашего И Спасителя Иисуса Христа Вот это вот Как бы Петр Говорит Что вот это Как бы Ну как Как бы главное Что Ты должен Приготовить Своему переселению Ни подушечки Ни чемоданчики Ни деньги Ни золото Ничего там Не нужно будет А Бог Будет смотреть на нас Чтобы у нас Было воздержание Чтобы было терпение Чтобы было Любовь Братолюбие Господи У меня это все есть Но Брата Владимира Я недолюбиваю Я примерно Делал Недолюбиваю А как А как А как Все и вроде есть А этого нет Ты уже не можешь Ты уже не можешь Получить тот венец Дорогие Я так вот Эту мысль Как-то так развивал Ну конечно Когда Не здесь Не за кафедрой В другом месте Рассуждаешь Там Больше слов Больше как-то Ну А за кафедрой Так это все не выскажешь Так это все не скажешь Но я думаю Вы прекрасно понимаете Братья и сестры Я говорю Это сам себе Я так готовлюсь К переселению Я приехал в Америку Мне было 33 года Сейчас уже 65 Вот будет И что я приготовился Как брат Володя Здесь то вот Ксения говорил А я хотел поехать Я все Мы там приготовили Все А ему говорят Слушай ты давай Ложись Быстрее в больницу Да нет я Я Говорит Слушай Тебе 5 минут осталось Для подготовки К переселению Осталось 5 минут Успеем Хорошо Дальше будешь Подготавливаться Не успеем Извини Где вставать К Богу И отвечать За свои поступки За свои дела А это касается Лично мне Касается каждому Что я Приготовляю Что я приготовляю К переселению Что я делаю Для этого Какие мои старания Как говорит Петр Приложи к этому Все свои старания Плод духа Любовь Первая любовь Дорогие друзья Как мне этого не достает Особенно Когда кто-то Против меня говорит Или кто-то Кто-то не так думает Как я Ну и еще выступает Как я могу Любить А это на первом месте Это первое Что ты должен Не забыть А взять С собой Да переселение И Бог будет Надо смотреть Любовь Ага Есть Радость Мир Долготерпение Благость Милосердие Вера Кротость Оооо Вы посмотрели бы На мою проводность Когда я не в церкви Кто со мной встречался Придите братья Посмотрели И спросите Мою жену И Завод Мои дети Где Где У этого брата Володи Кротость Где у него Любовь Я извиняюсь Может быть Я говорю Так Это Но Так оно В жизни Есть Так оно В жизни Есть Мир Долготерпение Благость Милосердие Вера Кротость Воздержание На таковых Нет закона Но те Которые Христовы Распяли Плоть Со страстями И похотями Если мы Живем Духом То по Духу И поступать Должны Не будем Тщеславиться Друг друга Раздражать Друг друга Друг другу Завидовать Вот такую мысль Я хотел сегодня Сказать И наши Братья и сестры Я говорю Первое Никому Извать Я говорю Самому себе Брат Владимир Ты как Переселение Как ты Упаковал Как ты Собрал Что Что ты Понес с собой Перед нашим Богом Где Какие Плоды Что Что ты Принес Что ты Положишь Другие А ведь Рядом Как и Гру Другим Никого Нет Никого А если Я Много Лукавил Много Злословил Много Много Говорил Того То Все Сгорит И Останется Нищем Может быть Даже И Листишни Даже Даже Нищем Давайте Попробуем ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Никто не заглянет, что там пишется. Братья и сестры, мы сторонники. Я думаю, я сторонник, и вы все сторонники. Своё сердце не упускайте лишнее. Свою голову не загружать или не нагружать ненужным. Ведь так много ненужного. Однако мы верующие люди, мы христиане, мы люди церкви, мы представляем церковь Иисуса Христа на земле, мы не можем. Я думаю, не можем не задаваться вопросом. А вот в 2019 году зло, грех, беззаконие умножались или уменьшались? Мы можем сказать «не знаю», потому что и не знаем. Мы не знаем. Но есть информация, правда, есть много информации. И говорят люди, аналитики разные говорят. Грех, зло, беззаконие прогрессируют. Умножаются, сильно умножаются. Друзья, о чём это нам говорит? А нам это говорит? Мир идёт к своему концу. Земля и все дела на ней созревают. Была осень недавно, созревали овощи и фрукты. Земля и все дела на ней созревают. К чему созревают? Земля и все дела на ней сгорят. И мы это верим. Правда верим? Слава Богу! Слава Богу! Братья и сёстры, а сколько нас с вами уищевает Господь? Много нас уищевает. В адрес израильского народа он говорит, «Я с утра раннего простираю к ним руки». И, к сожалению, там написано, что они не слышат. Я верю, что мы с вами слышим. Читаю слово. Благослови всех нас, Господь, чтобы каждый мог слышать. Апостол Павел говорит к Киту. Глава 2, стих 7-8. «Во всём показывает в себе образец добрых дел. В учительстве чистоту, степенность, неповреждённость, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлён. Не имея ничего сказать о нас худого». Ясно сказано, правда? Ясно. Даже не нужно толковать, каждый может понимать. И понимаем, у нас с вами, у людей в церкви, есть противник. Есть, правда он есть. Он так желает. У него такое желание, чтобы у нас было худое. Чтобы он мог показать, чтобы он мог говорить, сказать, вот худое, вот какие они, христиане. И бывает, он говорит противник. Но я сегодня хочу всем нам прочитать слово, что у нас с вами говорит Иисус Христос. От Иоанна, глава 15, стих 14, написано. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Можно было бы читать больше, правда, стихов? Но я прочитал короткий-короткий стих. «Вы, друзья мои, сказал Христос, если исполняете то, что я заповедую вам. Десять стихов всего». Я думаю, мы когда читаем из Библии Слово, видим, замечаем, понимаем, что в Слове Божьем великая мудрость, но я скажу, премудрость, не человеческая премудрость, Божья премудрость. И смотрите, короткий стих. Короткий стих. Разделяется на два. Правда? Можно разделять на два стиха. Мы не разделяем, но можно разделять. Можно говорить из этого стиха две темы. И там великая премудрость, братья и сестры, в этом стихе. Но я сперва хочу говорить о первой половине. Первая половина этого стиха три слова. «Вы, друзья мои, я думаю, слушая, я не раз в жизни, поначалу, когда еще первая любовь была, слыша это, восприяну, вы, друзья мои, даже есть песня, о, какое счастье другом быть Христа. подумайте, каждый, есть больше счастья на земле, чем быть другом Христа. Большего счастья нет. Ну что, если бы я был друг президента. Ну и что, друзья, ведь в Иисусе Христе глаголы вечной жизни. Вечной жизни. В Ветхом Завете один человек, всего один человек, был назван другом Божиим, Авраам. И Бог говорил ему, своему другу, что все мне не твоем благословятся, все народы. Друзья, братья и сестры, а сколько друзей в Новом Завете? Увы, никто не скажет. Седьмая глава книга Откровения написано, что когда стоял белый престол, на нем сидел сидящий и стояло вокруг престола великое множество людей, никто их не мог посчитать, перечислить. Они все были в белых одеждах и с пальмами и ветвями в руках своих. И все они восклицали почему-то громко. Бывает, люди не любят. Если что, то громко. А там громко восклицали. И все народы, все языки, я думаю, говорили на одном языке. И мы никто не думаем, что говорили на на украинском и на русском. Думаю, что говорили на том языке, на котором Бог говорил с Адамом и Евой. в этих людях написано, они омили одежды свои и убелили одежды свои крови у Анца. И за это они пребывают здесь. Аллилуйя. Знаете как? Ну так. Даже легкомысленно может делать дело. А Иисус Христос говорит и между одной половиной стиха и между другой поставишь слово «Если». Видите? «Если». Вы, друзья мои, «Если» исполняете то, что я заповедую вам. Если первая половина стиха на нас влияет и мы приходим в радость, в восторг, то вторая половина влияет на нас немного по-другому. Я думаю, она на нас влияет и мы начинаем думать. К размышлению нам нужно думать. Нам нужно серьезно думать. А я исполняю то, что заповедует Иисус Христос. Или я не исполняю. Мы, бывают, люди так и верим. Мне недавно один служитель рассказывал брат Миша, теперь людям многое не верят. Я говорю, ну а что именно? Просто не верят. Здесь написано, например, написано, если живете по плоти, то умрете. Люди не верят. Не верят, что они друзья Христа и никакой разницы нет. Как они живут? По плоти или по духу? Мои, братья и сестры, множество людей. Посмотрим, может, и мы в том числе сегодня такие, знаете, склонные жить по-мирски. Правда? Они даже обличают тех, кто может проявлять нетерпимость в мирской жизни. Многие люди так поверхностно считают все. Не так ли? Многие люди. Многие люди живут по-поговорке. Я помню, на Украине здесь я ничего не слышал. Была такая порка. Не нашим, не вашим. Вот так себе жить. Друзья, это опасно. Это опасно, и так нельзя жить. Христос сказал, вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Вот тогда вы, мои друзья, я для нас всех приведу пример. Пример далеко, далекой древности, может быть, три тысячи лет назад. Царь Ахав и Иосифат собрались идти войною и тоже на Сирию, Ромов Глаацкий. Иосифат сказал, вы, просим Господа. И вот 400 пророк. Это 22 глава, третья книга царств. Нам стоит это изучать, молитвы, наставать на колени и изучать. Что происходит, бывает в духовном мире. Представьте, 400 пророков издают один голос и одну трубу. Мы привыкли сегодня смотреть и жить за множеством. Правда? как многие люди. Приятным было царям и вы можем их слышать пророков. Иди и будет успех. У нас стоит вопрос, будет успех? Будет благословение? Братья и сестры, где есть грех? Будет успех? Там будет благословение? Не будет. Одного пророка там не было, Михея там не было. Послали человека за Михеем. Пришел человек, опытный человек, знает, что нужно делать. И говорит Михею, слушай, все пророки пророчествуют и говорят доброе царям. Пусть бы и твое слово было доброе. Такое, как одного из них. А Михей, я думаю, нас у всех удивляет. Он сказал, жив Господь. что будет говорить Господь, и то и я буду говорить. Не то, что 400 пророков. Что будет говорить Господь? И он пришел. Друзья, как хорошо, когда мы живем в последнее время, не рукаво написано. Говорим написано, вот так написано. Мы говорим, то, что написано, не всегда люди принимают сегодня, даже представитель церкви, то, что написано. Вот пророк, Михея хочет говорить только то, что скажет Господь. Скажите, а чем закончилось? его не получил, правда? Получил по щеке. Я не знаю, сильно получил, упал или не упал, но и так взялся. Получил по щеке. Братья мои и сестры, а какое время теперь? И какое время грядет, сказал Христос? Какое время грядет? Будешь жить, будешь говорить так написано, не только по щеке получишь, больше получишь, чем по щеке. Могут и голову даже снять. это все будет, друзья, оно будет. Смотрите, прошло столько лет, и над Сирией сбываются слова пророков. Люди винят и Путина, и того, и сего. Но слова пророческие сказали, когда ни одного из них еще не было на земле. И Слово Божие предсказывает. Христос сказал, гнали меня, будут знать и вас. И вас будут знать. Знаете, бывает у нас такое, у меня бывает сильно такое. Какое-то слово запомню, так я запомню, возьму его, и потом долго оно у меня там, и нужно, чтобы прошли годы, чтобы я забыл. Летом было дело, служение вот так было, стоял на этом месте, как я теперь Сергей Казимир. брат Сергей Казимир. И он приводил такую мысль, интересная мысль. Он говорил, что неверующий муж, безбожник, освящается, если жена боящаяся Бога, верующая, он освящается женой. И он это говорил, возможно, даже читал, потому что так написан. Но он сказал, а вот человек, я думаю, причина одна, когда мы так говорим, люди теперь, только быть прихожанами в церкви, только быть членом церкви, он сказал, а церковь ни одного человека не освящает. Правда, не освящает церковь? И не может освящать церковь. Освящает человека Иисус Христос, и на это есть условие. Но если нам задать вопрос обратный, а может один человек остворнять ноги? Вот он не христианин, он не живет евангельской жизнью, он может усквернять или не может? Как думаете? Я читаю слово. Кевреям 12 глава 15 стих. Наблюдайте. Наблюдайте. Конечно, не все, сестры, это не всем сказано. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились ноги. Мои братья и сестры, время одни лукавые, как нужно наблюдать, смотреть, чтобы кто-то из людей, из народа не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда, чтобы им не осквернились многие. Друзья мои, сколько в наши дни, в наше время осквернения. Оскверняются многие люди. А Господь призывает нас, призывает свою церковь к жизни святой. К святой жизни Он призывает нас. Не просто к мирской какой-то жизни, но к святой жизни. И Он сказал, вы друзья мои, и поставил слово, если, если, помните Израилю Бог говорил, в Торозаконе глава 28. Он им говорил, какие для них уготованы великие благословения. Великие благословения, когда читал, то удивляюсь еще теперь. там написано во время жатвы дождь не будет идти. Ради нового урожая старый урожай выбросите, чтобы было куда сложить новый. Великое благословение Бог уготовил и говорил народу своему Израилю. Ну смотрите премудрый Бог. Тоже поставил между благословением и проклятием слово если. И это если переводит на человека. Бог сделал все для нашего спасения. Бог сделал все, чтобы мы были его друзьями. Если. Скажите, что наследовал Израиль? Благословение или проклятие? Не бойтесь думать правду. Сколько слез, слез, сколько горя пережил Израиль. Выбирал не благословение, выбирал не Бога, выбирал проклятие. И проклятие его настигали. Мои братья и сестры, я каждый раз, когда в этом доме молитвы сижу, может быть, за одно служение, три, четыре и пять раз читаю эти слова и рассуждаю. Христос, Сын Божий, сказал, я есть путь и истина и жизнь. И дальше написано, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Другого варианта нет. К Богу может любой человек прийти, только через Иисуса Христа. Я есть путь истины и жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Бог хочет, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И опять нам всем вопрос задаю, и себе этого. Когда Иисус Христос умирал на кресте, слева справа разбойники. Хотел Господь, хотел Бог, чтобы оба разбойника спаслись. Хотел. Но спасся только один. Почему, мои друзья, Христос путь к Богу, мы через Него идем к Богу. но невозможно прийти к Богу без покаяния. Человеку нужно чистое, искренне, благословенное покаяние, Божие покаяние. Вы знаете, когда я жил на Украине, то как-то так легко было видеть. Знаешь всех людей, видишь, даже в сирене люди всех знали один, другой и видели. Покаялся человек или не покаялся? Было, что ко мне подходили люди говорят, Миша, будь мудрый. Тот человек не покаялся. Я говорю, откуда вы знаете, они же не верующие люди. Он говорит, не покаялся. Я говорю, ну, есть надежда, все-таки вот будет слушать Слово Божье. Проходит время, мне опять, говорит, слушай, тот не покаялся. Мои братья и сестры, как велико, как важно. Покаяться, правда, покаяться. И разве это минус, разве это стыдно? Я думаю, никому не стыдно, это не минус. Это не минус. Но есть люди, которые должны наблюдать, чтобы человек покаялся. Ну, что польза, друзья, довести человека до времени, да, довести его до времени, а дальше? Миша, я думаю, меня разумеет и малый, и великий. Меня все разумеют, я думаю, все разумеют. Мне бывают, говорят, брат Миша, а ты так доступно сказал. У нас в церкви мне еще такого не говорили, а вот недавно я был в одной церкви, незнакомый брат, подходит, говорит, брат Миша так доступно сказал, он говорит, понял. Друзья, Христос сказал, знаете, я этого проповедовал, во вторник, слушайте и разумейте. Как нам нужно разуметь? Нам даже нужно изучать одно слово, например, такое, как душепопечитель. Душепопечитель, он заботится, чтобы человек был спасен. Другое слово, чтобы человек покаялся, но если он не покаялся, то написано, может оствернить еще больше людей. Я однажды уже говорил, потому что часто слышу, люди говорят, ну что, если бы в нашу церковь пришел человек татуировок, то что, он не может до нас уйти в церковь? Братья и сестры, людей теперь умножается, и на Украине есть люди, которые татуировки делают, и нам нужно молиться, чтобы они приходили, правда? Это радость, а на небе какая радость, но чтобы они покаялись, но теперь много людей демонстрируют и показывают. Вот смотрите, я весь татуировал, даже шея, и ничего, я христианин. И смотришь, дети верующие, дети верующие, задаются вопросом, так как, это можно или не можно? Понимаете, разумеете, друзья мои, и есть другие вещи, как много людей теперь говорят, ну то хорошо, раньше и в аэропорту, и на вокзале, и в городе, и даже на Красной площади, если христианин, его узнавали, его узнавали, по одежде, по внешности, теперь не обязательно. Друзья, так раз бы поменялось Евангелие, раз ли поменялось то, что Христос заповедовал, оно не поменялось. А кто поменялся? Друзья мои, кто поменялся? А кто меняется? О, я вам скажу, это дело прогрессирует теперь, мы меняемся. И я думаю, Господи, а до чего дойдем? До чего поменяемся? Ну, до чего поменяемся? Мы недавно были с женой в одном месте, то после всего там она мне говорит, ты знаешь Миша, мы пришли из мира в это были мирские люди, но если бы мы то видели, что теперь видели, мы бы, наверное, никогда не пришли. Она говорит, мы бы, наверное, никогда не пришли. А мы пришли в таком трепете, все святые, брат, что-то мне сказал, а я не услышал, даже думаю, он знает уже. Я с мастером там спорил, не проявил святости или кротости. Все святые люди, и они были святые. Я поехал, знаю, на работу с верующими, первый раз так, на месяц. Бригадир верующий, старший человек ходит со мне в отцы. А там были неверующие. И они пораздевались там на работе. А потом почтарь, хоть в портален приехал, принес письма и брату, вот вам письма. А брат, знаете, берет что-то там какую-то тряпку так закладывает глаза и берет. Чтобы не видеть обнаженных женщин, как на пляже. А теперь в ссоре. Люди теперь выставляют себя. И братья, сестры, верующие выставляют себя на компьютере. Смотрите на нас. Модель. Модель. Друзья, до чего дойдем? Если нас люди не узнают, что мы верующие, а Христос нас узнает, а Христос нас признает, я думаю, православные вводят некоторые реформы, теперь они уже говорят, Библия, мне говорили так, будешь читать, лишишься зрения. Следует, читать Библию невозможно, не нужно, это велики игре, теперь уже у них реформа, у них слово Божье, нужно всем читать слово Божье. И я так смотрю иногда, думаю, как они реформу делают? И они серьезно делают реформу? Если мы верующие не будем менять положение, менять дело, будем петь красиво, строй, с воскресаниями, радоваться пять минут, или два часа и пять минут, а выйдем туа на сердце. Вы думаете, откуда, братья и сестры, Христос сказал, радуйтесь, а откуда люди ходят печальные такие, а почему ищут? И вино, и другое, ищут, чтобы хоть немножко порадоваться, а радости в молитве нету, а в служениях бывают, рассказывают то, молитвенные дома, что нельзя, не должно рассказывать, не должно говорить, нужно ехать, да, действительно, как брат говорил, в лес, и там в лесу это рассказывают, я запомнил тоже, что один брат здесь рассказывал, как, ой, я 3-4 месяца вот ходил, что он рассказывал, жена меня дома спросила, а это что, а это что, я ей говорю, так ты слышал, он говорил, что хорошо, кто не знает, так если ты не знаешь, что это, зачем тебе это знать, я то произносилось в молитвенном доме, и таких учителей сегодня ищут, и туда и обратно платят, рассказывают нам, а потом говорим проблемы, проблемы, почему проблемы, друзья, почему проблемы, вспыхают, как пожары, вспыхают, и на Флоринде, и в Орбине, и в Сокремене, и в Вашингтоне, и в Бойзе, почему, друзья, вспыхают, проблемы, написано, разве вы не то, чем должны быть, чем мы должны быть, мы должны быть друзья, Иисуса Христа, аминь. Слава Господу. 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 Аминь. 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 Так давно пили ангелы пастухом песню эту, но слова её Все поют, даже дети, не оставили ангелы. Ну ты песни чудесной, но мелодия славная рождена в моем сердце. Слава, высший слава, мир на земле, мир на земле. Слава, высший слава, человеку благоволение. Ни цару, ни священнику песню ангелы пели. Пастухи знали первые о Иисусе рожденье. А того она дорога, я пою эту песню. Он не слышит мелодии той далекой небесной. Слава, высший слава, мир на земле, мир на земле. Слава, высший слава, человеку благоволение. Бог великий, у Иисуса, слава небо оставил. С человеком, чтоб сблизиться, человеком сам стал он. В этот вечер, рождествицы, песню небо послушай. Слава, высший слава, человеку благоволение. Слава, высший слава, мир на земле, мир на земле. Слава, высший слава, человеку благоволение. 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 Слава, высший слава. Слава, высший слава, святая ночь, сверкают ярко звёзды. В тиши ночной нам родился Христос. Весь мир тонул грехей в беззаконии, Но Божий Сын нам спасение принёс. Песня. Надежда счастьем сердце наполняет. Вдали горит рядом щитей заря. О, человек, внимай певцам из рая, О ночь, о ночь Христового Рождества. 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 О ночь Христового Рождества. ПЕСНЯ 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 Мы сейчас будем молиться. Я зачитаю буквально два стиха. Я часто их повторяю. Они очень важны. Не только 3.16, а эти стихи дают нам сегодня как-то держать нас в рамке. В конце Библии, в 22 главе написано, а святой да освящается еще. Читаю 1 Иоанна, 3 глава, 9 стих. 1 Иоанна, 3 глава, 9 стих. «Всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семья его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога». Какие глубокие смысл, глубокий в этом заложен, что мы, мы рожденные, говорят, тот не рожденный от Бога. А тут Библия говорит, что всякий рожденный от Бога, он не может делать греха, потому что в нем Дух Святой сразу предупреждает его, что это грех. Вот это путь, не вот то, что сегодня брат проповедовал, а это другой путь. И когда человек уже отклонился от этого пути, Дух Святой в нем начинает, ну как на светофоре, красный свет. И 4 глава, 5 глава, 4 стих. Тоже 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера ваша, вера наша». Аллилуйя! Слава Богу! И здесь Бог наш не оставил, чтобы нам самим не воевать за грехом, Он дал Духа Святого и Слово и веру внутри в нас, что эта вера побеждает мир. Аллилуйя! И все, что в этом мире. Я хочу вместе с вами помолиться сейчас. Я хочу восстать Богу хвалу, прославить Его, что Он обещал быть с нами, и Он с нами во все дни и до скончания века. Давайте встанем и помолимся. Слава Богу! Слава Богу!